Есть эфир, нет эфира? Что-то сильно все подвесло. О, кто-то есть. Добрый вечер. Дорогие друзья, с днем памяти сторона постной книги Ольги. Вот даже смотрю, Ольга, шеф, явная именинница. Поздравляю всех с днем ангела. Вот, собственно, я уже тут с десяти сижу, кто кому-то в директ ответил, кто посмотрел, какие у вас причины к оправдывающим редко причащениям. Помните, там вопрос задавал вчера, что вам мешает нечасто причащаться? Ну, как-то так подзавис даже, посмотрел. Там почти 700 комментариев. Пока там стараюсь что-то просмотреть, пока все почитаешь. Вчера там пару сотен почитал, сегодня пару сотен почитал. Ох, я вот, помните, был такой, когда, как его, Купер-Купер, короче говоря, какой-то там Купер бросил свою жену, что ли, то ли невесту, Ирину Шейк, и ушел к Леди Гага, вроде как. Вот, вся Русь встала, как в 41-м единой стеной, и пошли ей в аккаунт писать гневный комментарий. Через некоторое время комментариев стало больше 350 тысяч. Сейчас, может, наверное, еще больше, я давно не смотрел. Зашел, посмотрел, удивился, и ушел. Представляете, да, я так почти не просто взял калькулятор, посчитал, что если читать два комментария в минуту, то на это уйдет 120 дней. То есть, без сна, без перерыва на обед. Да, представляете, да. Даже Сбербанк, даже что-то написал, все наши селебрити. В общем-то, русский такой флешмоб. Напишу, Леди Гаги, что-нибудь на стенке. Кто-то писал, продаю квартиру в Бирюлево, да, продаю старый велосипед. Там это, ищу, ищу там, куда деть котят. Ну, вообще, народ стал уже веселиться по полной. Да, можете зайти сами почитать. Только я вас предупреждаю. Два комментария в минуту, это 120 дней без сна. Вот. Ну, задержался не поэтому, задержался, потому что, как я уже сказал, начал читать комментарии к своему посту. Да, про причастие. Ну, первый вопрос, почему женщин нет, почему нет женщин-священников. Потому что священство по преимуществу мужское призвание. В Ветхом Завете не было женского священства. Вот Господь богословил на служение Ему всех, сначала всех первенцев мужского пола в Израиле. Ну, вот, потом колено Левия. У потомки Аарона и колено Левия было призвано к служению, опять же, мужского пола. В целом, священник, который символизирует собой Христа. Бог. Не когда мы так в майке за пивом в ларёк ходим, с овощкой и сигарой во рту, а когда мы служим, да, когда мы благословляем, когда мы молимся, да, на литургии. Образ Христа. Ну, Бог воплотился в каком теле? В женском или мужском? Ведь Бога ж, собственно, да. Есть ли пол у Духа? Да, вот интересный вопрос. Дух святой, да. Какого пола, да? Или Бог отец? Ну, Отец, понятно, да. Вот, но он же Дух, да. Тела ж нет. Вот, ну, ладно, не будем еще сдаваться какие-то богословские дебри. Ну, вот, а скажем, что Бог принял мужскую природу. Воплотился в мужской природе. Ну, потому что это был новый Адам. Не новая Ева, а новый Адам. Как об этом пишет апостол Павел. И, соответственно, священство должно быть являющееся образом Христа. Таким, как иконой Христа, если хотите. Вот, если каждый из нас является вот иконой, вот, образом Божиим, да. Ну, священство, если хотите, по преимуществу в служении литургии. Ну, и потому женского священства не существует, потому что Господь воплощился в мужской природе. Вот такие дела. Потому некоторые даже его роду как бы не стригут, хотя, в общем-то, нет таких обязательств, не стрижь броду, да. Но, опять же, да, Господь там был волосатый бородатый, что видно на иконах, на плащанице Туринской той же, да, первой иконе нашего Бога. Так что, поэтому нету. Ну, и представьте себе, да, через психологические моменты. Вот, это ж... Вы себе представляете, да, какие эмоциональные будут проповеди. Да, какие будут тяжелые епархиальные собрания. Вот. Какие будут жуткие расколы в церкви. И так немало, да. Так представьте себе, вот, женщины, управляющие церквями, да. Да. Тут мужчины, тут не всегда договорятся, да. Если... Но все равно там, ну, как-то, могут глаза закрыть, простить и забыть. Женщина не забудет. Так, это разве что такая великая души человек, да. Простившая женщина, не знаю, куда были, я не знаю, это... Мужчина вообще такой подвигом, ну, может, даже совершить не может. С чем даже сравнить. Вот. Простившую кого-то женщину. Вот. По-настоящему. Сразу мученические венцы можно, да, вот, на голову возлагать. Женщину, которая зависть поборола, обиду, вот, душевную плюху забыла. Да, это великие, вот, великие женщины. Да. Ну, и, кстати, исповеди, да. Что там? Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Это такая девушка с косой Петрахилья. Да ты шо? Шо, серьезно? Как? Как ты? Да ты шо? Ииии? Вот. Или там, слушай, слушай, там плачет, плачет, там две, все там, батюшка такая. Как, слушай, как назвать женского, женского священника? Священника, женщины? Если это батюшка, то матушка. Ну, матушке вроде бы монахини. боматушка мобатушка мобатушка ну короче такая мобов но батюшка вот это вот это вот и вот так и так и так все да да уж он да не знают это надо электрошоком женщин в семинарии тогда пропускать пять лет чтобы они без эмоционально могли выслушивать исповеди и не шушу копаться потом никому не рассказать нам-то выслушали забыли а потом представьте это же тайны исповеди знаете батюшки батюшки не рассказывать никому там кто кому в чем исповедовался ну кроме тех случаев когда-то может какой-то положительный произвести эффект и когда-то из-за короче никто не узнает о чем идет речь вот о ком да ком именно представляю вот эти посиделки матушек священник да слава богу что нет сейчас скажу так что ж никто вопросов не пишет друзья мои так ну и сами себе представьте как было потом бац в епархии резко у всех критический бац по уставу не могут кровь теперь первых первых век века правило кровь проливаться в алтаре не может если кровь пролилась то все равно достичь заново там архиерейским чином все опасные парки допустим как у нас там 25 священника на хоп у всех там резко там критические помню все все епархии службы не служатся вообще все а чё батюшка не пришла чё батюшка чё батюшка не пришла так критические дневни женского священства чё нет есть женщины которые службы ведут нет такого друзья мои это вы что-то с чем-то явно путаете можете имеете ввиду на клиросе поют или легендуют ну да не службы ведут как совместить смирение ставить себя ниже всех возлюбить себя чуть-чуть вот так вы говорите да что смирение это смирение и у самоунижение это совершенно разные вещи совершенно разные вещи ты должен идти с высоко поднятой головой вот своими талантами служить людям вот не быть затюканным выбрать какой-нибудь настоящим специалистом своего области вот и нести торжественно славно образ женщины образ христиан образ матери сотрудницы какой-нибудь фирма талантливого человека вот но если как-то что-то не складывается в жизни так ты себя задумал от принимать это все с миром без ропота без раздражения без уныния смирение это с миром принятием всего того что господь тебя посылает господь не был смирен в смысле которого вкладывать в это слово ставить себя ниже всех вот не был его даряли он спрашивал за что меня даряешь на что такого сказал на эти промолчал бы да значит все посчитали все бы окружающие подумали что он принял этот это побиение ударение как справедливое молчание бы знак согласия нет чтобы никто не подумал что он принимает эту клевету свой адрес как имевшим место быть и зачем ты не берешь что я такого сказал скажи-ка так что не любить себя нужно уважать себя не давать другим садиться тебе на голову все это строго и с любовью так дима везде теперь пиарит каждый раз отца павла я думал как раз когда я живу аторку отца павла думал что там тут забыл это дима рейтинг себе поднимает сделай фотку там соседом нету соседа на лечничной клетке сделала фотку соседа зачем с другим бочками да более все бухгалтере заводской все-таки духовную литературу ваш любимым понимаете меня такую литературу хотя нет есть моя любимая всегда который перечитываю большим удовольствием потому что я невозможно запомнить так это впитать это догматическое богословие вот отца олег дэвэдэнкова вот тут мне нравится когда не идет могу катехизис полистать того же авторство отца олега еще митрополита лариона лафеева катехизис вообще мне нравится книги лариона сегодня рождение если не ошибаюсь ладыки лариона никак вхожу в проект иисус на портал иисус так называется непосредственно начальник что ли поминание господа все это как это когда по мизинчик ударил вот кровати христианин ты не говоришь ну то что я не могу в эфире произнести ах ты ж господи вот это произнесение имени господа в суде да благодарю вам за сториз со службой этим да вот знаете некоторые некоторые но совершенно все равно совершенно одинаковое количество людей которые возмущаются как-то сори вот как-то вообще вообще в лотарея можно что-то показывать и прям профессиональное количество людей которые батюшка спасибо за господи да храма нет там в городе где живу там или даже в стране да или вот больная сейчас лежу вот хотел бы на службу бывать понятно это не заменить службу но все равно как-то душе тепло и отрадно просмирение было водорофея но дорастете уровня досифея послушника будьте в монастыре жить пожалуйста давайте давайте вот давайте не будем образ монашеской жизни проецировать на образ жизни в миру то есть вы вот почитали вот узнали вот как оно может быть ну и все потешите затылок поймите что как бы если вы по себе мнили что великая подвижница то теперь уже мнить так не надо и дальше стараться вот так вот тянуть свою лямочку не возлагать на себя перемена неудобно осимы и ломаться потом под ними вот и проецировать урок себя христианства которые только отпугивают других людей так читать надо такую литературу конечно надо но если вы думаете что вот надо сейчас вот след вот это все скопировать нет вот будет очень безрадостное христианство скажи вас скажу я вам нужно искать прием ребенка что он приемный хорош такой вопросом рано или поздно все равно это будет стать кто-нибудь ему то скажет вот когда не знаю папа напьется и сам проболтается даже если вы уедете другую страну где никто об этом не знал не знает поэтому смотрите сами по обстоятельствам если вы думаете что то это можно скрыть от него навсегда вот это можете скрыть вообще однозначно посмотрите что на эту тему пишут педагоги психологи опять же которые занимаются с родителями усыновили детей вот что они рекомендуют как правильно сказать тоже это может быть большая шок давайте это самая самая тяжелая новость который банк может вообще человек услышит свою жизнь и оказывается не родители бросили да почему прошли я плохое что не такой как как другие уж никого не бросили меня бросили значит и я я вроде бы хороший с видом значит я в потенциале плохой значит и сейчас я могу сделать любое преступление что-то плохое сделать своими родителями надо бежать 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 там вообще там руки на себя наложить это надо понимать вообще психологию педагогику вот однозначно пообщаться со специалистами вот они же есть во всех этих детских домах есть специалисты которые должны вам сами сказать как сказать когда сказать ну вот и что сказать людям которые считаются церковь религия только коммерция права управления ну показать им знакомиться познакомить их с настоящей церковью вот если они сами в храм храм ходят это будет проще если в храм не ходили не собирается ходить сложнее вот аппарат управления ну как же без него когда десятки тысяч служителей тысячи храмов десятки тысяч монахов монахинь вот людьми надо управлять да надо в нужное русло направлять безоговорочно так что как же без управления даже небесной иерархии есть согласно писанием день и сириапагита вся жизнь иерархично рай был иерархичен царство божие иерархично мы-то видим даже на иконостасах следа священника разбила чужую семью как он должен поступить в этом случае чужая семья за потемки поэтому я не знаю как он должен поступить в таком случае в любом случае в любом случае с него спрос никакой вот вы некие претензии предъявить ему не можете потому что его дочка и явно там не шесть лет как я понимаю и человек самостоятельный и воспитан может быть в бого и вере богочести чистоте она дальше как-то как-то слава не на те рельсы поэтому пенять священнику делать им какие-то выговоры писать нам в епархи лично с ним общаться наверное бесполезно вот тем более себя уже разбито то есть если вы изначально как бы не смогли предотвратить допустим разрушение семьи через пообщавшись с отцом дочкой на бачку найдешь что творит дочка ваша вот если то сейчас драки так что вот уж то что что на священнику точно уж помочь вам ничего не может но если вы надеетесь что муж если в мужа примите обратно если как бы семья еще как бы де-факто да юра существует но можно и поговорить тогда может быть надо с мужем вообще говорить понимаете ведь разбил там ушел то от вас почему от вас ушел тоже большой вопрос другой женщине да неважно какой ваш муж никого родственник этого священника тут нужно вопросы молитв по соглашению ну что он сказать есть разные практики так как бы такая распространенная когда прихожане от одного прихода знающий друг друга вот молиться на литургию вот он нужде кого-то из прихожан ну допустим узнал на приходах некоторые больших они так делали так сегодня допустим вот дети наших прихожан пишут вступает в институт пишут тяжелые стопительные экзамены давайте не помолимся вперед заболела там наша наша прихожанка бабушка клава давайте поборемся все клавдии сегодня и вот на сугубой к тене вставляется прошение ну вот и там весь приход молится то вот это настоящая молита по соглашению да и просит батюшка да и вы дома куда будете читать вечерние или утренние молитвы или псалтири или что-нибудь вспоминайте пожалуйста наши болящих прихожан да и они там просит батюшку батюшка можно за нас тоже чтобы храм помолился да здорово вот есть такие крепкие приходские общинки вот такая практика есть ну или сам прихожане договориться между собой кто там за кого когда-то молится в пределах семьи тоже семьи и друзей семьи можно так молиться так слушай так у нас что-то дедушка и плохо давайте будем с него там молиться когда у вас то время будет ну каждый день читать по одной кофе или по одной главе там из евангелия да или там акафис какой-нибудь или канон или просто одну молитву вот и вот можно в одно и то же время хотя это как психологически имеет какое-то значение духовной с точки зрения нет иначе тоже маги какая-то магии нет места церкви но это нормально нормально можно сказать здоровая молитва по соглашению вот но все остальное но как-то немножечко немножечко церковью не благословляется доброй ночи светлана так можно читать псалтири дом без благословения священника можно если просто хотите читать псалтири вот для души спасение души чтобы проникнуть этими словами то есть молиться молиться словами по солдю ли можно сначала молительно перед чтением псалтири потом в течение 20 дней просто молита перед чтением кофе зме и через 20 дней считать каждый день молитве после чтения 20х кофе змы и после окончания чтения все поселки а потом снова данную сущность и рыда перед прочтением по солтере молита перед прочтением 1 кофе змы вот и да для сотрудницы дней опять вот столь кам Voilà и причем 2 3 4 5 чтобы в помощь в общем то если вы просто хотите вот бог какая-то бабушка сказала надо читать салатири там 40 дней тогда ты точно выйдешь замуж вот тогда подите батюшки благословение возьмите вот и он там что-нибудь вам еще подскажет так чем раньше скажете много случаев поздно знают в обиде в шоке ну да эти сказ 14 лет неизвестно как ребенок реагирует до скрыть про венчаный брак если один супругов умер можно ли второй раз венчаться можно может выходить замуж вот если у них собираетесь хранить там верность ему до конца дней своих можно выходить замуж и повторно могут вас венчать да но вам понадобится разрешение как понимаем епархии на повторное венчание с визитом смерти супруга там пишет если не ошибаюсь бумагу и и вам его со временем этот документ дадут про не читать акафист ну перемычка появилась берешь и читаешь подряд все что-то написано можно без всяких предначинательных молитв можете там три святой почвы наш почитатель в конце после молитв достойно есть прочитать вот можно и так в любое время дня и ночи сосед 30 лет приз узнал что он приемный стал неадекватным лучше найти момент рассказать ну вот видите да с божьей помощью расскажу но слушать я не давал такого совета рассказывать первых не знаю сколько лет вашему ребенку во вторых и сначала говорите с психологом да в какой обстановке это надо говорить когда говорите надо ли в каком возрасте давайте-то не торопитесь как выбрать духовника могу ли выбрать духовника если только вы церковляюсь да если вы только вы церковляетесь безоговорочно в любом случае нужен духовник каждому христианину должен должен быть священник один у которого он постоянно исповедуется с которым общается от которого спрашивают какие-то духовные советы которые молятся за него поэтому если он же какой-то батюшка там приглянулся да какое-то единодушие есть между вами и ним какая-то искорка там пробежала доверие вот с ними у него его и придерживайтесь с ним и общаетесь так помню что перед концом света исчезнут и погибнут пчелы ну уж ямс ну и не знаю если действительно пчелы на пчелы 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 учетов записать и запомнить вот что за бред вычитали день где-то что тут меня аж палец отвалился потом прикручу нет такого еще написания нет и быть не может там вообще говорится том что будет мор по местам катаклизмы тяжелого вся земля там объединиться под начальством одного человека потом еще не несколько лет до конца света он еще там править будет три с половиной года тысячу дней с лишним вот как говорит книга откровения какие пчелы что бабушка батюшка пришли в сад мама яблоки не есть прошу почему говорит не до яблочного спаса то что делала аборты такого сдержания говорю мото просто бред то что не нельзя делающим аборты есть я бы яблоки до спаса это конечно бред а то что яблоки в принципе до спас нельзя есть это не бред написано в типиконе правда написано про виноград потом такая приписка да в тех регионах где виноград не созревает и дату не едят яблоки вот но на самом деле к сожалению многие считают недели яблок чуть ли там центральной фишкой православия вот я православный поскольку яблоки до спаса не вот но православный христианин только один вид яблок не должен есть до спаса немытые все остальное в принципе знаете когда мы едим яблоки круглый год у нас в морозилке замороженные яблоки постоянно есть круглый год яблоки и не вот даже недавно еще прошлогодних яблок в израиле там лидитов польши там по четыре раза в день в год урожая связут и зато сейчас уже уже ешь яблоки постоянно пуш не знаешь какого даже не урожая элемента так что тут все все сложно поэтому вот если вы ради христа не едите яблоки ну и слава богу если ради христа не дети яблоки слава богу вот главное не едущие яблоки не осуждай едущего идущие суждание идущего так дальше как понять если старости богу придешь то душу спасешь если мал душа придешь жизнь спасешь меня не знаю что что автор эту фразу в нее вкладывал. Я знаю, что к Господу приходить надо с молодости. С молодости. Потому что, ну что до старости Богу дашь? Ничего. Дряхлое тело, дряхлые зубы, дряхлую душу, порабощенную страстями, которую невозможно практически изменить. Ну, разве что тяжелыми, какими-то долгими. Долгим уходом из жизни. Из жизни таким, пятилетним или десятилетним таком лежанием в кровати. Когда вот эти все твои страсти, грехи, которыми ты всю жизнь оборолался, вот сгорают потихоньку. Лежит человек 10 лет на ужас родственникам. И что? Да, вот не грешит. Ну, правда, а что шло у него там еще в голове? Что он так станет сразу смиренным. Если он даже, допустим, почитать не может, тоже Евангелие. Может, он в аду уже при жизни, как знать. Не всякая болезнь, а во спасение. Но Господь, я думаю, может воспользоваться болезнью не во спасение, во спасение. Так что нет, Господу надо приходить раньше. Легче будет действительно и жизнь, и спасение. Правда, если в осуждении, осуждать человека в грехе, то сам падешь такой же грех. Да, безоговорочно. Чем больше кого-то осуждаешь, чем больше в него впадешь. Но не сразу. Хотя для образумления некоторых сразу практически впадаешь. Может быть, через год, два, три, десять оно вукнется. Если кого-то сильно, сильно в чем-то осуждаете, бойтесь, друзья, что придется столкнуться с такой же ситуацией, в которой человек упал. И тяжело упал. А как вы упадете, так кто знает. Может быть, еще больше, чем он. Так что, друзья мои, старайтесь собой, смотрите. С осуждением. Особенно тех, кто вообще к вам не имеет никакого отношения. Вот в новостях что-то послушали. Давай там всех осуждать. Вот, кругом козлы, кругом ваворы, кругом лицемеры, кругом блудники, кругом халатность и прочее. Вот, все вот это на себя придется примерить. Так что, молчите, держите за зубами. Про себя-то, может, где-то что-то примелькнуло? Не упивайтесь вот этими мыслями, осуждающими друзей наших. Здравствуйте, хорошие подписчицы. Так, работа в трапезной, хочется уйти, тяжело что делать. Хочется уйти, уходите. Вот, если есть куда уходить. Если вы понимаете, что это ваша единственная возможность, заработать, то работать. Если вы думаете, что где-то будет легко, ну что, 16 лет? На что жизнь не нюхали? Нигде не будет легко? Нигде. Я помню, в лавре работал, Киево-Печерской. Одной девице из отдела. Как бы сбрило в голову, что я там с документами какие-то махинации осуществляю. Да, она мне там жизнь просто съела. давай же там тоже и владыке там что-то рассказывать. Владыка там, да ты чё? Я такой, чё? Вот же, ну разрулить-то разрулили, да, но как бы, вот если кому-то сбредёт, даже в святом месте, да, может, что угодно, придёт в голову что угодно, КТ-10Х, и нет, и даже и не избавишься от этого. Потом долго придётся ещё доказывать, что ты белый и пушистый. Так что, если уже, вот, как бы, написано тебе на кону, Господом, да, где-то там пострадать, то придётся и пострадать, и потрудиться, а трудиться так вообще надо везде. Вот, и везде тяжело работать. Но если вам вообще там, как бы, вот, психическая, психологическая, в общем, становка тяжелейшая, да, в этом радости жизни не видите, да, и физически тяжело, ну, и предлагают работу другую. Ну, пожалуйста. Вот, слушайте, меня вообще слышно было? А то я, оказывается, динамик-то закрылся. Хе-хе-хе. Никто ничего не пишет. Я, может, вообще тут всё говорю впустую. сейчас. Да нет. Так. смеется на что-то на инстаграме под постом про сытых протестантов в комментариях многократно отметилась некий персонаж показал себя на провокатор вы увидели нет вот я сейчас попытался почитать 665 комментариев под постом о том как часто вы причащаетесь ну ладно полчаса позже в инстаграм вышел в прямой эфир то есть народ то в 10.30 уже спать старается не не батюшка слушать ну посмотрим о элла сколько лет сколько зима у нас тут еще вот парень есть какой-то армянин эдгар вот эдгар так элла так бачка сглаз существует сглаз существует вот здесь вот если вы верите что существует то он будет на вас работать негативно если вы понимаете что это чушь собачья то есть господь с вами все все совершается по воле божьей вот если господь пустил какую-то неприятность значит вы должны были пережить обязательно прожить пережить преодолеть плясать на трупе этой неприятности еще потанцевать на ней идти дальше вот если вы думаете вот и белая пушистая да у меня все хорошо я блестящий человек я замечательный человек то есть я умная красивая добродетельная скромная нежная милая чистая и тут вот неприятность такая одна вторая третья пятая седьмая десятая до просвету не виду то второй год уже да ну это уж точно тут ни при чем значит кто-то сглазил вот есть чек думаю что я щас не права сообщи да но я механизм пытаюсь объяснить если человек думает что кто-то сглазил на порчу он в огромной гордости а если человек то значит что он уверен что он не виноват ни в чем он само мнение о своих возможностях он не понимает вообще законы бытия земного не причащается до пускового не причащающий человеком всего боится то есть им нет защиты никакого вот ну конечно грустно дают и теперь читать комментарии смотрю там огромное количество даже батюшек как-то совсем без царя в голове запрещают часто причащаться казалось что обстоятельства было тяжело 30 лет назад а когда у церкви только вот становилась на ноги батюшки вот я с такой батюшки вообще любят такое себя царя царя делать как мы особенное вот мы можем причащаться и по два и по три раза на неделю и конечно же того что каждый раз так же благоговея с чувством со слезами там с пониманием то что происходит на вот с постом там трехдневно с учитыванием всех 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 молитв и правил конечно же конечно что разумеет возможно можете подумать что как-то может быть иначе вот поэтому мы причащаемся очень часто а вы нет 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 вы не можете быть такими духовными как бы вы должны причащаться редко чем реже тем лучше больше страха будет зачем то есть это духе не христианство это кому да все пародия на христианство большая большая пародия ну как их научили вот так так они и других учат еще не знать чего нас ждет сейчас я боюсь еще за следующее поколение батюшек молодое незнакомые пущав семинарии учиться не идут дети священники понимают вот видят это все толстый попал на мерседесах видят да вот эти роскошь финанская не знаешь куда деньги девали и не идут почему-то вот священство да нет нет ну лучше будем жить скромненько вот на простых должностях на тяжелых работах вот но легких священнических денег мы не хотим вот такие видите какие замечательные у всех священников дети что не хотят идти по стопам священников сообщи нигде там ни в москве ни в питере ни уж тем более в провинции вот поэтому в семинарии должны как-то жить и набирают вот конкурса нет а кто пришел еще иди вот идут часто просто даже без призвания к священству вот половина да иногда говорит сейчас на беседе никуда не поступил в армию чтобы не идти поставил семинарию так что все очень грустно не знаю что там будет следующем поколении священство вот конечно не касается крупных семинарий все таки там и конкурс есть и отбор все таки тоже москва питер пристально следят за тем кто там не будет и да бог все таки и провинциальные семинарии как-то ой как-то следили за теми кого берут свои ряды это все началось со сглаза да так что да это все вам так не кажется нет нас тори сглаза веры богом взымев исключающие вещи на фоне монах не едят до спас виноград в монастырях в общем то яблок не едят до спаса но мы же не на фоне и мы не монастырях друзья мы там был сайт или покупка старинных икон да почему нет церковь продают деньги на реставрацию чем церковь продают деньги на реставрацию на вопросы что продают иконы в церковь прочее говоря если нет продал цена квадрные иконы выходить купили себя вы можете купить андиклад на колесо если вы хотите купить андиклад 那ку на икона в храм и подарить храм вы тоже можете так же если андиклад иконы производится в храме ты можешь к дочку пригли себя можете купить подарить нам в другой храм. Короче говоря, я просто сам занимался очень долго, нет, не долго, не долго, но занимался как раз таким интересным в свое время в Киеве такой деятельностью продажей старых икон. Так, мой сын рассказал, что про пчел и конец света рассказал в мультфильме смешарики. Ну, из же его святых, может быть, не знаю, не слышал, чтоб Копаточ был его святых. Так, супруга попросила задать вопрос. Так, ладно, пиши вопрос. Задали вопрос, откуда Бог появился. Бог есть альфа-омега, начало-конец. Ну, как мы ответили хорошо. Можно было проще сказать, Бог был всегда. Если малые дети часто болеют, я знаю, Боже, для матери. Да, я знаю, Боже, для матери. Надо следить за здоровьем детей. И никуда от этого не денешься. Дети болели, болеют и будут болеть. Наши болеют, соседские болеют. Вот. Слава Богу, что болеют, а не помирают. Вот. Потому что некоторые помирают. Некоторые болеют так, что денег нет на излечение. Вот. Помолитесь за раба Божьего Семёна. Познакомился в Москве, в Люберцах. С мальчиком классным. Вот. Упыль мозга. Ну, такие ходы. Вот. Бывают такие болезни. А то, что, пузико болит. Насморк, простуда, кашель. Вот. Аллергия. Ну, сломок, что не хуже. Вот. Может быть и хуже. Так. Слышно, да? Хорошо. Ну, отлично. Так. Как-то у вас был пост про как мы частно причащаемся. Ну, я уже два раза сегодня его упоминал. Собственно, и в эфир вышло позже на полчаса, потому что читал комментарии. Как сейчас надо причащаться, да, вообще? Каждое воскресенье? Каждое воскресенье. То есть, как вообще нормально причащаться, да? Вот. Ну, может быть, сразу тяжело будет разогнать этот духовный локомотив. Вот. Но вообще, норма посещения храма – это каждое воскресенье. Соответственно, надо в субботу вечером быть на службе. Вот. Если ты действительно вот готов причащаться и же воскресно, то послабили ты причащаешься, готовясь к причащению так же, как и священники. То есть, постишься только в среду-пятницу и все четыре великих паста. Ну, и правила читаешь перед причастием. Ну, успел каноны прочитать хорошо, не успел. Ну, не так страшно. В субботу вечером все равно они читались на клиросе. Это должен стать под клиросом, в принципе, их слушать, эти каноны. Каноны дня читаются, на самом деле. Вот строго, если говорить по уставу, да, то перед причастием ты читаешь каноны дня. В понедельник они одни, в среду другие, в воскресенье третьи. Вот. И даже согласно уставу, то читается не Покаянный канон, а Спасителю в субботу вечером, да. Как его? Хвалительник, как я уже забыл, как называется. Вот. Слава словечка. Вот. Слава Богу за все. Вот. Ну, и все, в принципе. Ну, и, конечно, исповедоваться натощак и благодарственные потом не забыть прочитать и примириться со всеми, постараться. Вот. Так что, вот, сколько раз ты на литургии ходишь, сколько раз ты должен причащаться. Ну, если выходит так, что чаще, чем раз в месяц не получается, ну, что поделать. Ну, тогда готовься. Повторюсь, что каноны, вот эти, как перед причастием, собственно, последований к причащению надо читать в субботу вечером или воскресенье утром перед службой. Ну, а три канона ты можешь растянуть, там, на три дня со среды. по субботу. Так. Ну, да. Середа, четырех пятниц. Ну, вот так. Так. Слышно, тихо. Ну, сейчас полегче, наверное, должно быть слышно. Сестра, осуждаю, попала в долги. Ну, понятно, что. А что делать? Просто не надо вот постоянно на эту тему мусорить. Вот. Ужасная сестра, ужасная сестра. Вот. Ну, ведь не получила, что поделать. Надо продолги какой-то пост сделать. Так. Как справиться с агрессией, если муж начинает читать Евангелие и молитвы тогда, когда очень нужна помощь в быту? Вот. Надо мужу сказать, да, что вот это. Делал время, молитвый час. Вот. Ты, вот, все, что по дому надо сделать, сделай. А потом будешь, вот, перед сном, вот, ляжешь там в кроватку. Вот. 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 Достанешь телефон и будешь читать свои Евангелие. Вот. А вот тебе-то надо срочно помолиться. Вот. Ну, вот, потом дела доделай. Вот. А потом будешь молиться. Вот такие дела. У вас, мужчины дорогие, вот, есть тоже свои обязанности. Вот. Вот. Обязанности быть хозяином, быть защитником, быть кормильцем. Вот. Ну, если видите, что вот, вот, жена, и жена прямо вот ее трусит и колбасит, а того, что ты там благочестиво молишься, вот, у тебя там крыша протекает. Ну, в общем-то, справедливо, что ее трусит и колбасит. Вот. Поэтому нельзя жену доводить такого состояния. Нельзя. Так что вот уже на последнем издыхании, вот, из последних сил уже все переделав, уже дрова поколов, кур покормив, разбойников застрелив, лис потоптав, можно уже там ползти к кроватке на коленках, дочитать свои молитвы на правила, на них и заснуть, потом, как обычно, уши себе доползти до подушки и дальше спать. Вот. Поэтому ведь молитвы-то на сон грядущий читаются, допустим. Значит, уже все дела должны быть сделаны. Ну, и на самом-то деле, в общем-то, уже женя теперь, да, тоже укор небольшой, но молитва читается на 15 минут, в общем-то. Вот. Ну, вот, если он сказал, я сейчас все сделаю, сейчас помолюсь и все сделаю, вот, дайте человеку домолиться. Вот. Он потом все сделает. Потом он попросит благословения и на то, чтобы дрова хорошо кололись, и чтобы клитка хорошо клалась, вот, и чтобы культиватор был настроен так, как нужно. Вот. И сегодня будет спориться. Без молитвы он будет, там, три дня работать, ничего не получится, да, переделывать все будет. Это с молитвом сделать все за два часа. Вот. И будет на все хорошо и славно и налажено. Поэтому тоже, вот, не возможно. Слава Богу, что у вас муж молитвы читает. Вот. С бабами гуляет, чужими, там, не кальянчик покуривает, не с пацанами, вот, на тачках резвится по центральному улице Москвы, вот, что вообще, как бы, муж у вас дома, да, рядом с вами какие-то деньги зарабатывает. Вот. И слава Богу, что молится. Знаете, сколько вам женщин сейчас завидуют? Муж молится. Тысячи, он, в комментариях, там, пишут, да, в директ. Батюшка, что делать-то? Муж в храм запрещает ходить, да, муж, там, атеист, муж, мусульманин, да, муж, там, бросил вообще, да, вот, меня, там, истеричку. Вот. Только сейчас это поняла, да. Вот. Пять лет, да, ругала, что, чего же он меня отбросил, да, такой хороший, потом дошла. Вот. Так что, вы счастливая женщина, вот, что у вас муж молится, вот, перед работой и после работы. Вот. Ничего, помолится и будет в спокойном состоянии духом молиться. Понимаете, когда, когда надо молитву остановить, ну, когда у тебя, вот, реально, как, трубу прорвало, там, все, то есть, ты, все, остановился, ты остановился, ты остановился, и бегом тут чини. Вот. Когда ребенку памперс надо поменять, вот, когда, там, теща, там, с картошкой приехала, надо с машины выгрузить, вот, когда тесть тонет, вот, пошел на рыбалку, вот, тогда надо молитву приостановить, да. То есть, яблоки надо собрать, вот, прямо вот сейчас вам надо собрать, вот, вот, прямо вот сейчас, иначе все, все сгорит, да, все проплесит, все сгнет, все вороны склюют. Вот. Тоже, что, там, совесть иметь. Так что, вот так, друзья мои. Так, находясь на девятом месяце, год назад, и день рождения, старшая двухлетняя дочери, никакого участия муж принимать не хочет. Вот, ведь, не дочитал. Так, день рождения, старшая дочери, участия, муж участия принимать не хочет, и, и что? Если муж, говорит, я, вот, не, у меня, молитвное правило на 4 часа, вот, как бы, и читает, 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 ну, конечно, понятно, что молиться. Ну, молиться тяжелее, конечно, чем читать Евангелие, да, читать Евангелие немножко попроще. Вот, и все первое, второе, как бы, легче, чем иди, там, огород, там, с родникой палочек. Вот, поэтому, если муж, да, специально уходит в молитвенную нирвану для того, чтобы поменьше по дому возиться, это, конечно, такой хитрый ход, вот, но неправильный. Короче говоря, я, короче говоря, я что-то сомневаюсь просто, что мужу реально помогать не хочет. Вот, реально не хочется, говорит, это все, ты проблема сама, вот, твоя дочка, ты помогай, ты сама все делай. Ну, что-то я сомневаюсь, что так, на самом деле, происходит. Требуется каких-то разъяснений от мужа. Так что, вот, вперед из песни. Что скажет муж? Так. Бог есть начало, нет конца. Да. Так, судя по тому, что для того, чтобы перечислить, самое главное решение принять этим задуманный день. Даже если пост не получился, все равно каноны не вычитал, но все равно идти. Я вам скажу, друзья мои, если вы каноны не вычитали, если вы не постились, если вы хотите причаститься, то у вас были, как бы, действительно уважительные причины, вот, прямо, вот, прямо очень уважительные. Девятый месяц беременности или еще что-нибудь. Вот, или, да, в вечернюю службу вам надо с села другого ехать, а маршрутки не ходят. То батюшка благословит. А может, и не благословить. Может, еще поругать вас хорошо. Поэтому все зависит от духовенника. Поэтому, говорю, заведите все-таки священника. Вот, конечно, это не кошка сиамская. Вот, но все-таки заведите священника, который будет знать вашу ситуацию, и вы будете понимать, то есть, дайте им послабление причастия или не дайте. То есть, ты реально просто лодотюга, да, вот, лодорь. И просто постоянно находишь причины, как бы, себя пожалеть, да, или у тебя реально проблемы с транспортом, с логистикой, вот, со здоровьем. Так, вот сколько вопросов. Так, привет, вот Элла у нас. Так, заболталась. Так, молюсь за истреление мужа от пьянов, то сразу становится мало денег в семье, и пьет он, соответственно, меньше, но денег не хватает. Молюсь с помощью мужа в работе, чтобы не нуждаться. Ну, молитесь, вон, да, икона неупываемая, чаш, там, в Серпухове, нет. В Серпухове, нет. Короче, где же, наверное, уже забыл. Вот. Да, в Серпухове. В Серпухове. Вот. Кажется, там же, да, 2 часа от Москвы. Буквально на днях там было. Такого, что-то, не заехал. Вот. Молиться надо. Но хорошему надо, если муж реально пьет, реально деньги уходят, но надо его лечить. Это само по себе, оно как бы не пройдет. Вон мы сейчас вот наняли классных ребят. Ну, все, день работы, два, три дня пьют. Ну, как-то, ну, кошмар. Так, как научиться иконописи? Идете на курс иконописи и вперед. Так, как часто перечать ребенка, 7 лет, ну, раз в неделю. Начнется обратный эффект, теперь перечать нужно исповедоваться. Дети не всегда понимают смысл исповедения, не знают, как лучше. Вот он-то, ну, и хорошо, что не понимает. Во-первых, батюшка должна объяснить. Ну, во-вторых, вы должны объяснить. В-третьих, ну, у них не такие исповеди, чтобы им было стыдно. Вот, поэтому вполне себе спокойно, не исповедуются. Вот, перед каждым причастием никаких проблем с этим не существует. И вы тоже сами их не придумываете. Значит, надо пить больше денег, больше замкнутый круг получается. Как правильно молиться в этой ситуации? Правильно лечить мужа? Ну, вот, все. Так, куда деть календари старых соображений святых? В кулечек собираете их, потом на сажение, на огороде. Вот, по Свято-Тихоновски по оплате, один из самых недорогих. Да-да-да, вот именно так. Можно вообще на бюджет поступить. Сейчас в процессе поступления мы изучали стоимость там. По ЕГЭ, судя по прошлому году, немало баллов на... На что? Вот, немало... Ну, короче, да. Мы сейчас тоже, вот, в связи с закрытием Срединской семинарии, подумываем, вот, уже о Свято-Тихоновском. Вот, у нас-то ребенка 12, сколько там еще? Пять лет, и все, уже пора. Пора уже понимать, куда документы сдавать. Ну, там тяжко, конечно, там в семинаре не сравнить. Как-то не знаю, это надо, там, семь-пять, его лбу уметь, чтобы сюда Тихоновский закончить. Это та самая. Причем Бог запретил евреям делать обрезание. Ну, вот. Вот такой вот завет человека с Богом. Да, как память о том, что для того, чтобы с Богом заключить завет, надо чего-то лишиться. Вот, потом пророки скажут не раз, да, что это все, вот, символ, что сердце надо обрезать, да, от похоти. Вот, и здесь, да, скажем так, то, что связано с похотью, обрезывается физически, для того, чтобы сердце, да, было отрезано от этого, как напоминание о том, что из сердца должно быть, от сердца должно быть отрезаны все злые помошления, в том числе, там, и похоти. Вот. Ну, и мы дальше знаем, да, что-то все-таки про образ крещения, да, само обрезание. Так. За сколько нужно пытать заявление на венчание? Смотря в какой храм, если вы хотите в каком-то пафосном повенчаться, красиво, богато. Вот. Ну, задолго. А если вот у нас, да, допустим, в Масальске благословенном, ну, вот, я за три, за четыре года в Масальске один раз повенчал. Вот. Можете хоть на завтра договориться. Вот. Так что не проблема. Почему Дух Святой сказал, чтобы я непрестанно читала молитвы? Не знаю. Ну, Дух Святой, как бы так, напрямую ни с кем не общается. Вот, вообще ни с кем. Вот. Тем более голосом. Вот. Нет. Он сможет сойти в виде огненных языков, да, или в виде голубя, но никому ничего не говорит. Если он вам что-то сказал, значит, тут большие духовные проблемы. Если причащаться в воскресенье и спецсубботу вечером, да, и спецсубботу вечером, иногда в воскресенье утром. Вот два через два, когда попадают в выходные, в воскресенье, я всегда причащаюсь. Ну, слава Богу. Анжелика, здравствуй. Так. Не, Элла как раз работает. Мариева, как Марфа. Да, да, да. Так. Так, все. Так, ну, Олег, слушаем. Я сделал все, что просила жена. Я в магазин, я с дочкой гулял. И работал везде. И по дому помогал. А потом приседал полчаса почитать Евангелие, 15 минут. Дел не было. И по первой ее просьбе встал. Вот, я так и знал, что здесь есть подвох, что здесь по-любому подвох, что, думаю, на Олег это не похоже. Вот. И так и был прав. Ну, что вам сказать. Слушай, был бы ты на девятом месяце беременностью, точно так бы себя вел. Так что, не переживай, будь снисходителем. Вот, женился бы ты на Элле. Вот, ты бы ценил бы свою Веронику. Какая замечательная жена. Так. Вот. Да. Да, я знаю, что ты так, я любишь. Так. Если привязываешься к одному батюшке, искушение для него, он принимает решение, а не Господь. Да нет, никакое искушение, ничего. Проходной балл. О, эфир закончился, да. Ну, ладно. Проходной балл больше, да. Русский математика. Ладно. Так, ну все. О, слушай, я все ответил. Перед кормлением ребенка в груди можно не поститься перед причастием? Да, можно. Только с батюшкой тоже договоритесь.